Братья-месяцы Во многих славянских родах в этот период отмечают Калиду, день перемен. В народе слыл Спиридон поворотом, но далеко не всегда он солнечным выдавался, поэтому по характеру наступившего дня в народе издавна о погоде новогодья гадали. Если на Спиридона солнышко играло, ждали святок ярких, морозных, а если хмурился Спиридон, как правило, теплой, но пасмурной оказывала святочная неделя. Иней, что кудрявился на ветках деревьев, оттепель предсказывал, а ветер своим постоянством поражал, задувая от Спиридона до дня весеннего равноденствия с одного угла. Хотя солнцеворот в официальных праздниках не числился, серьезные работы в этот день никто не начинал, разве что хозяйки норовили лишний раз в курятник заглянуть, чтобы из правого рукава кур гречихой прикормить. Говорят, от этого они быстрее и лучше нестись начинали, не забегая в соседние дворы и не соря яйцами, где попало. А мужики на Спиридона вишневыми веточками запасались, гадая по ним о будущем урожае. Для этого нужно было поставить вишневый букетик в воду, разместить его в переднем углу и Рождества дожидаться. Если на веточках больше цветов, чем листьев распустится, не будет нужды в плодах садовых, наверняка уродятся они на славу. А если посохнут веточки или листьев на них значительно больше, чем цветов окажется, на хороший урожай не надеялись, полагая, что его либо вымрозит, либо градом побьет. Но на всякий случай яблонки в саду от снега стряхивали, а вось пронесет и все еще заладится. Недаром же Спиридон светом хвалится, коровам бока согревая. Со святителя Спиридона солнце на лето, а зима на мороз поворачивают, поэтому в народе его не иначе, как поворотом или солнцеворотом называют. Примечая, со Спиридона поворота хоть на воробьиный скок, а прибавится денек. И то правда, ведь с этого времени солнце день ото дня будет все выше по небесной лестнице подниматься, а темные ночи, словно стыдясь износившегося за зиму платья, начнут все проворнее за краешек земли прятаться. Зима силу набирает, солнце на весну поворачивает, света становится больше, день длиннее, а славяне каледу встречают, праздник, сохранившийся во многих весях с давних времен. Приходит каледа, юная, нарождающаяся солнце, несущая свет, тепло и радость. Среди холодной зимы, когда все замерзает и находится в состоянии литургического сна, каледа дарит людям праздник надежды. Морозы не вечны, окрепнет солнышко и вернется тепло, и люди, отложив все заботы, позабыв все печали, от души веселятся. Благодарят каледу за дарованием календаря, каледы дара, перуна за то, что освободил их предков из пекла, которых обманом туда заманили темные силы. А когда вышли из пекла люди, бог Перун завалил вход кавказскими горами, но на землю, помимо людей, выскользнула из пекла и всякая нечисть. Освобожденных людей с радостью встречали их родные, а когда к ним дома стала заявляться и нечисть, от нее откупались дарами. А если не помогало, то вмешивалась так называемая дружина каледы, или воины Перуна, и изгоняли всю нечисть. А хозяева за это угощали своих избавителей разными вкусностями. Вот какие действия происходят в некоторых славянских родах на каледу. Пекут калядки из постного ржаного или смешанного ржаного и пшеничного теста. Разные печенки и прянички изготавливают. И еще много всего, чего съестного к празднику. Столы должны ломиться от блюд, ведь гости могут в любой момент заявиться. После застолья молодежь рядится в маске Харри и с гудошением, с прибаутками, с пустыми мешками для подарков идут калядовать. Калядовщики несут солнышко с зажженной в нем свечой или другим огнем. Солнышко украшено цветными лентами, сухими цветами, высушенными в песке с прошлого лета, соломой с колосьями. Ходят по дворам, выкликая. «Эй, хозяйка, отворяй ворота! Выходи встречать посланников каляды, вестников рождения нового мира!» Хозяева ублажают посланников оладьями, пирогами, а в мешок всыпают сало, печенье, сластье или деньги. Калядовщики разбрасывают зерна на хороший урожай, посыпают снег цветным толченым мелом, знак буйного цветения полей, разбрасывают цветные лоскутки, вырезанные в форме листьев или цветков. Вестники поют песни, славят рода, богатство и плодородие, восхваляют хозяина и хозяйку. В старину, когда живой огонь был единственным источником тепла и света, хозяева гасили свой огонь и зажигали новый, от калядина огня. После праздника старый мир не возвращается, а возрождается обновленным. Праздник, посвященный каляде, заканчивался шумными игрищами, в одном из которых нужно было обязательно вкатить в гору горящее колесо, приговаривая «в гору катись, с весной воротись». Коловорот – древнеславянский календарь счисления счета времени – это не только другой способ поисчисления, но и попытка возродить, оживить традицию празднования календарных, то есть связанных с астрономическими событиями, с природными циклами праздников, чтобы тем самым углубить единение человека с природой. Помните, чтите и храните традиции своих предков – славяне! Братья-месяцы 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 ВСК katилы Братья-месяцы Продолжение следует...